Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем. И сегодня мы в продолжении темы о коробках передач. Кому интересно, посмотрите предыдущие видео, где я рассказывал про спортивные ряды в коробку передач. И стоит ли их вообще ставить. О главных парах, какую лучше главную пару подбирать. И о блокировках дифференциала. А сегодня мы поговорим, какое масло лить в коробку передач. Заднеприводных автомобилей, переднеприводных автомобилей, какую вязкость и все остальное. Для того, чтобы очень важно, чтобы не запороть коробку. И как всегда, вы знаете, что я рассказываю так, чтобы это понял любой и каждый. Не буду там углубляться, как всегда, в какие-то там технические моменты. Там физику, химию вам рассказывать. Все просто по полочкам, чтобы каждый из вас знал, какое масло ему залить в автомобиль. Допустим, и это касается всех машин. Иномарок, вазов, переднеприводных, заднеприводных, полноприводных. Все очень просто. Но если вы, допустим, владелец какой-то там иномарки. И вы хотите прям, ну аж точно-точно узнать, какое масло вам нужно заливать в вашу коробку. Существуют мануалы, в которых в технических данных написано, какое масло рекомендуется конкретно для вашей коробки передач. Какая вязкость и как часто его менять. Ну а если вы эти моменты не знаете, существуют общие, так сказать, средние данные для того, какие масла использовать. И давайте начнем с... Всех всегда интересует, какую вязкость заливать и какую в коробку. Так вот, неважно у вас, передний привод, задний привод там, полный. Не заморачивайтесь там с выбором там вязкости там. Потому что вроде ассортимент большой, а если по факту разобраться, то не такой он и большой на самом деле. Ну и чтобы не заморачиваться там, не экспериментировать. Просто запомните, неважно какая у вас машина, в коробку льете масло 75V90. То есть я и на 2108 себе лью, то есть и в Nissan там, боевой, тоже лью такую вязкость. Дальше. С вязкостью понятно, это даже не запаривайте. 75V90. Более важно, это подобрать уже именно масло, которое соответствует вашей коробке. То есть, как вы знаете, есть такие моменты, кто не знает, сейчас узнает. Существует GL4, GL5 и многие думают, что взять, какое взять, где для переднеприводного, где для заднеприводного, где для каких машин. Это очень важно. Даже плотность, если вы там не угадали, там плюс-минус, это ничего. А вот с GLами, это уже намного принципиально и правильно залить. Потому что, если залить, допустим, вместо GL4, залить GL5, очень даже часто такое бывает, что может прям сразу коробка загудеть. А если она и сразу не загудит, то может загудеть через время. Потому что это, грубо говоря, опять же, все просто, без замудрений. Чтобы вы там не запаривали себе там физиками всякими действиями. Если у вас переднеприводный автомобиль, неважно, там, ВАЗ или иномарка, льете GL4 и не заморачиваетесь. Если у вас заднеприводная машина, то есть, допустим, вот именно такой категории, как заднеприводные ВАЗы, к примеру. Где по заводу конкретно не определено, какое масло туда заливать. Есть масло GL4 и GL5, грубо говоря, универсальное. Его туда заливаете. Если у вас заднеприводная машина, то заливаете GL5. И все. И не надо себе там заморачиваться. Так же само в редуктора заливаются GL5. Потому что это масло рассчитано на, так сказать, ударные нагрузки. Вот, допустим, вот у меня в боевом Ниссане залито масло 75V90 GL5. Потому что машина эксплуатируется. Я наваливаю на ней. И теперь давайте еще коснемся такой темы, которая многих интересует. Какую фирму заливать? Ну, я вам скажу так. Нельзя какого-то конкретного там производителя назвать и сказать, вот у него крутое масло. Во-первых, сейчас куча поделок. Это еще не значит, что на банке будет написана там какая-то крутая марка. И значит, что оно будет хорошее. Хорошее. Нет. Все зависит от цены. Понятно, что можно из-за дорого купить туфту. Но я отталкиваюсь всегда от одного принципа. Касается любых покупок запчастей, маслов и всего остального. Дешевое точно хорошим не будет. Работаем методом исключения. Соответственно, берете подороже. Ну, если хотите, хорошее. Если хотите, туфту покупайте, что попало. И так оно у вас будет работать. Потому что масло, это очень... Это даже больше половины успеха работы двигателя, его ресурса. Потому что многие... Ну, и двигатели коробки. Многие собирают хорошо там двигатели или коробку. Потом залили какую-то туфту туда. И потом, ой, что не ходит в запчасти говно и все такое. Поэтому каждый решает для себя. Вот, допустим, я в Ниссан себе, да, лью туда дорогое масло. Матюль. Оно не так дешево стоит. Но в такие машины такое надо лить. Допустим, на 2108 я там уже попроще лью. Теперь еще коснемся. Поэтому я же говорю, каждый решает для себя. Нет конкретно какой-то фирмы хорошей. Отталкивайтесь, в первую очередь, от цены. И теперь еще такую тему затронем. Как часто менять масло в коробке. В основном рекомендуется через 60-80 тысяч пробега его менять. Но, опять же, нужно учитывать, в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Если вы просто ездите по трассе, то можно, да. Если вы, допустим, наваливаете, коробка получает нагрузки. И, соответственно, это надо менять чаще. Я этим поводом не запариваюсь. Потому что я чаще перебираю коробки, чем она пройдет такой пробег. Потому что вы знаете, что у меня боевые двигателя. Соответственно, коробка получает постоянные нагрузки. Это у меня расходный материал. Как и в любом автоспорте, коробка это расходный материал. Соответственно, я ее при обслуживании. Туда потом заливаю новое свежее масло. Ну, а если машина у вас просто повседневная. 60-80 тысяч и можете смело менять. Кого интересуют вопросы, пишите в комментариях под видео. Какую тему хотите, чтобы я вам раскрыл, поделился своим опытом. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Делитесь данным видео со своими друзьями, чтобы канал быстрее развивался. И чтобы было больше интересных, познавательных видео для вас. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания. Продолжение следует...